Неуголовная ответственность, невысокие штрафы не останавливают водителей от повторного управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За прошедшие сутки сотрудниками госавтоинспекции выявлено три водителя, которые сели за роль, будучи нетрезвыми. Данные граждане уже привлекались к административной ответственности за аналогичные нарушения, но даже это их не останавливает. За последние два дня выявлено пять водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Два из них, у которых усматриваются признаки уголовной ответственности по статье 264 прим. 1. Один из них, по которому уже возбуждено уголовное дело, ведется проверка в соответствии с уголовным кодексом. И направлен сейчас второй материал, направлен в отношение этого же гражданина для привлечения к ответственности в соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации. Нетрезвым водителям грозит штраф от 30 тысяч рублей, а за повторное нарушение предусмотрено более суровое наказание. Штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или лишение свободы на срок до двух лет, а также лишение прав на три года. Однако не всех жителей региона это останавливает. За семь месяцев текущего года за повторное управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения уже выявлено 30 нарушений, повлекших уголовную ответственность. Всего же с начала года инспекторы ГИБДД выявили 175 нарушений правил дорожного движения водителями в состоянии алкогольного опьянения. Основная масса правонарушений аварийно опасные, влекущие за собой дорожно-транспортные происшествия.